Всем привет, вы на канале Фордмаг и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим новое видео с канала Уголок Акро, посвященное Веному и Карнажу, а именно Веном Карнаж, как это было в мультсериалах Эволюция персонажей. Да, оба эти персонажи претерпевали огромное количество изменений, особенно в Ultimate вселенной, где Веном вообще стал лекарством от рака, а что было там с Карнажем? Ребят, это конечно полный трындец и на самом деле ужасно кровавый и пугающий трындец, реально почитайте Ultimate версию Карнажа Венома, это прям реально очень хорошая история. Но в любом случае, давайте узнаем, какие же ментаварфозы проходили в мультсериалах и в прочих медиа, и да, перед началом реакции, конечно, лайк, подписочка, переподписочка, чтобы не было бед с башкой у ютуба, и конечно же колокольчик и комментарии, вообще любые комментарии про то, что вы все еще ждете, когда Венома будут называть Черной Смертью или Смертоносцем, или как его там еще называли в разных переводах. Ну что же, поехали! Все массовы сдреп, обидно, когда персонажу не дают полностью раскрыться. Казалось бы, мы живем во времена расцвета контента, когда кучу раз одного и того же персонажа могут представить по-разному, когда стараются угодить различными интерпретациями и реконструкциями, но кому-то все равно периодически не везет. А вы помните 2018-й? Я вроде что-то туманное припоминаю. В 2018 году вышел фильм Веном, который не зашел критикам и имел сценарные проблемы, но тем не менее достучался до простого зрителя, который отплатил отличными кассовыми сборами. Очень хорошими сборами. Меня многие поклонники ждали, что главный персонаж столкнется со своим известным врагом, Карнажем. А вместо этого Веном сражался с... с... я даже не помню, как звали этого чувака. Я тоже, кстати говоря. Увы, я прекрасно помню их финальную драку, где два куска графона бились в темноте, и трудно было понять вообще, кто, где. Веном был не без изъянов, но что поделать. Ну а Карнажа, который пока был только человеком, Клетусом Кэссиди, показали только в сцене после титров, где мы поняли, что с таким идиотским париком персонаж вообще не нуждался в каком-то там симбиоте, чтобы внушать страх. Увы, это была сня, которую мы потеряли в сиквеле. Покойся с миром. И вот вышел Веном 2 с Карнажем, и пришло время посмотреть на разные версии этого персонажа, чтобы понять, в чем проблема. По меркам комиксов, Карнаж, он же Клетус Кэссиди, довольно молодой человек. Появился симбиот в 1992 году. И довольно показательна сцена первого убийства противника Человека-паука, что была представлена читателем. Его жертва негодует, что она не сделала Карнажу ничего плохого. На что злодей отвечает, чип-чипчик-чимпатила, в этом вся суть. Мужчина указывает на то, что в этом нет никакого смысла. И Карнаж лишает его жизни, потому что с его слов он это может. Короче, вы понимаете, какой это был персонаж. Да. Даже его имя резня. Бессмысленная резня. Бэтмен, дорогой. То Карнаж явно не тянуло распускать подобные сопли. В комиксе Человек-паук и Бэтмен Джокер и Карнаж даже закорешились на фоне общих взглядов на жизнь. Но потом Карнаж разочаровался в Джокере из-за его тяги к театральности вместо незамедлительных убийств. Даже предыстория Карнажа была максимально простой. Веном оставил в тюрьме потомство, которое добралось до Кэссиди, и все. Больше и не надо. Карнаж и без каких-либо усложненных столпов личности завоевал любовь публики. Вот только вопрос, как пихать подобного персонажа в мультсериалы? Должен напомнить, что Человек-паук 90-х был настолько полон идиотской цензурой, что команду Зловещая Шестерка пришлось переименовывать в Коварную Шестерку. Что тогда вообще говорить про Карнажа, который в комиксах убивал людей налево и направо? Пришлось идти на хитрости. В дебютной серии для Кэссиди вначале его показывают вполне безумным и выделяющимся противником. Я лично не помню в этом мультсериале другого преступника, который был бы готов с легкостью себя взорвать. Видно, что Человек, так сказать, идейный. Однако Паук справляется с угрозой, и Клетуса отправляют в лечебницу для душевнобольных, где, в свою очередь, находится Эдди Брок, он же носитель Венома. И нам сразу обозначают, что эти ребята не могут ладить друг с другом. А потом сюжет начинает страдать от нагромождений. Напомню, что еще в первом сезоне Брока лишили симбиота. В комиксах такие проблемы могли решаться тем, что в нем остались кусочки симбиота, вы просто не заметили, вот это вот все. Но тут злодей Дармаму, или Дармаму, как уж вам привычнее. Реально, никогда не понимал, как правильно произносить. Итак, в общем, по его велению, костюм возвращают обратно, чтобы Веном по просьбе помощника Дармаму, злодея Барона Морда, или Мордо... Почему столько вариантов произношения? Мора Морда. Короче, по просьбе просто Барона, Веном отправляется мстить Пауку и заодно забрать межпространственный зонт. Он нужен для того, чтобы Дурмама пришел на Землю. В подмогу на Землю присылает сына симбиота Венома, Карнажа. И тот соединяется с Кэссиди. Кэссиди умер, есть только потрошитель. Потрясающие переводы. Наслаждайтесь, стена это единственное, что в этом мульте может порубить Кэссиди. Ты должен сначала поклясться в вечной верности Дурмаму. Да бога ради. В детстве сам факт того, что нам представили нового симбиота, вызывал у меня восторг. Но сейчас я понимаю, что эти эпизоды совсем не идеальны. По сути, Карнаж здесь просто подсос других злодеев, которые так-то враги Доктора Стрэнджа. Но Стрэнджа тут нет, зато имеется Железный Человек и Воитель. Алло, это серия про Карнажа. Просто сравните. Эдиброк развивался в нескольких сериях. Потом у него был шикарный эпизод, где он был грозным злодеем. В то время как Карнаж просто бегает тут на побегушках. Сам добывай. К тому же мы квит. Неблагодарный. Ничего вернём. Да нет, беги сам. Будь самостоятельным маньяком. Не позорь честь поехавших серийных убийц. Подсос. Нет, круто, что нам всё же показали их конфликт с Веномом. У последнего открывается человеческая сторона из-за любви к психиатру. И Паук уговаривает его объединиться против Карнажа, который стал высасывать души. Вот на что приходится идти из-за цензуры. Никаких убийств. Так как опять же из-за цензуры Кэссиди нельзя убивать, он вынужден заниматься вот таким. Эту способность дал ему дурмама, и возможно ради этого его и запихнули в этот сюжет. Но стоило ли это того? Поймите, это не то чтобы плохие серии. Не особо. Ну, Карнаж достоин большего. Какая судьба его стала? Ну, хотя бы дизайн остальный, оригинальный. Контакты, которые всё засасывают в другое измерение, чтобы он больше никогда не появился в этом мультсериале. Что не скажешь о симбиоте? В последних двух сериях Паука 90-х появляется Паук Карнаж из иной вселенной. И вот это было прикольно. Питер лишился и дяде Бена, и тёте Мэй. Славил паранойю на тему клонов. Сюжет не даёт чётких ответов, настоящий ли он Питер Паркер этого мира. Или дефектный клон. И вишенкой на торте всей этой деформации является соединение с симбиотом Карнажем. Приятно, когда ты находишь себе достойную пару. Перед нами настоящий Питер Паркер злодей, который командует гоблинами и жаждет уничтожить мир. И мне нравится, как его здесь побеждают. Ни тумаками, ни физическим превосходством. Верно классная сцена. Нет, ему показывают дядю Бена из мира, где он остался жив. Нет, этого не может быть. Питер, это я, дядя Бен. Дядя Бен? Я знаю, тебе пришлось тяжело, но в этом измерении я всегда с тобой. И что бы ни было, я люблю тебя. Питер, в тебе сидит зло. Ты несёшь ответственность перед миром и собой за то, чтобы сгнать его. Избавься от него. Я прошу тебя. Да что за страсть у симбиотов здесь прыгать в чёрные дыры? У них там какая-то сходка намечается. Но всё равно всё это классное. И на мой взгляд, это неплохое раскрытие Карнажа. Вот только это не тот Карнаж. Да. Ну ничего, в следующем мультсериале наверняка ситуация будет получше. В мультсериале непобедимый Спайдермен, Веном и Карнаж внезапно становятся братанами на какой-то, я не знаю, видимо, религиозной почве. Ведь они с трепетом ожидают прибытия некого синоптика. Никто не загородит нам дорогу к антиземле и синоптику. Я честно, когда первый раз смелил, я вообще ничего не понял. Мы будем опять разбрасывать споры и выпускать на волю силы синоптика. Спокойно, мы откроем антиземле дорогу к синоптику. Так как мультсериал прикрыли на полусловии, и никакой синоптик так и не появился, выглядят эти ребята как парочка шизоидов в ожидании хрена ничего. Почему? Если эти богу здесь уже дают его персональную серию, где он раскрывается с человеческой стороны, то Карнажа, вы будете смеяться, опять опрокинули. У него нет никакого характера, никаких отличительных черт. Вот крутая визуальная сцена, где в Карнаже буквально делают дырку, а ему вообще норм. Разве можно как-то испортить эту картину? Джон Джеймисон, я с превеликим удовольствием представлю тебя синоптику. Да хватит говорить про своего синоптика. Расскажи что-нибудь про себя. Простите, детки, мы строим новый добротный дом. Окей, видимо из тебя получится отличный родитель. Готов провести вашу с Веномом свадьбу по скидке? Мне бы пригодилось для портфолио. Дорогой мой, ты вернулся. Оставь их покое. Но во всех этих сюжетах на месте Карнажа мог быть любой другой симбиот. Настолько он тут обезвечен. Хряк Веном. В последней серии с Кэссиди снимают симбиот, чтобы он просто постоял. Сказал одну фразу и все. Поздно, нас уже ничто не спасет. Нет, если были какие-то желающие посмотреть на его голый торс, то я за вас рад. Больше тут ловить нечего. Да, местного Карнажа реально можно похвалить за действительно крутой визуал. Это, наверное, самая жутковатая версия злодея в мультах. Но при этом не стоит забывать, что здесь он просто ждуля, что ожидает своего синоптика. Но так никого и не дожидается. Эй, просто столько сама была пространо здесь. Ну, надеюсь, хотя бы в следующем мультсериале персонажа раскрыли. Ведь, как бы, пора уже. Карнаж должен был появиться в третьем сезоне мультсериала Грандиозный Человек-паук. И черт возьми, это наверняка было бы круто. Учитывая, как хороший этот мульт. Вот только после второго сезона шоу прикрыли. Все, что у нас есть, это небольшое появление Клетуса во втором сезоне. Вот он сидит. Нравится шапочка, правда? Надеюсь, нравится. Ведь это все, что может предложить в этом плане Клетус. Он даже ничего не говорит. Скажи что-нибудь! Скажи что-нибудь! Я люблю поиграть в прятки, а ты? Ну, думаю, вот в следующем мультсериале Клетус, наконец, покажет себя. Ну, нет, потому что в этом мультсериале вообще нет никакого Клетуса. Да, там другой карнаж совсем. В этом сезоне сериала Великий Человек-паук, злодей Сиан Гоблин устраивает Паркеру принудительную вакцинацию. Ну, примерно так я это и представлял. Максимально по-утимейтовски. Чем я стану? Паука-гоблином? Паука-человеком? Он дает ему задание убить Человека-паукам. Я не понимаю, к чему должно привести такое сюжетное решение. Паркер самоубьется или что? И вот Паркер-симбиот бежит к команде, в которой состоит Паук, чтобы найти его. Стоп! Как это работает? Я думал, симбиоты имеют доступ к разуму носителя. Иначе какой во всем этом смысл? А, неважно. Я эту арку вообще не помню. Я не помню, когда вообще бросил этот чертов... ...чертов совершенно Человек-паук, точнее, или Великий Человек-паук. Как-то не очень честно. Ситуацию пытается исправить четвертый сезон. Вот Карнаж нализает на доктора Осьминога. Блин, возможно, сейчас будет такая же крепота, как в той игре по Человеку-пауку. А нет? Будет унылость. Симбиот даже не отрастил Октавиусу недостающей конечности. Какой от него тогда вообще толк? Никакого. Паук там. Кар? Карнаж. Ну, собеседник хороший. Носителя не надо. Как вы поняли, Карнаж становится самостоятельным организмом. И ведь дизайн-то хорош. Мне кажется, это было бы интересное развитие. Задержись он на Осьминоге хотя бы один эпизод, а не несколько минут. Так что в этих метаморфозах не наблюдается какая-то особая эволюция. И уже в конце серии он взрывается и распадается на мелкие куски, что заражает кучу людей. У кого-то серьезные проблемы с постоянством. Но выглядит эпично. Но честно скажу, когда Карнажи заполняют весь город, это действительно выглядит круто. Если относиться к Карнажу как к какому-то глобальному монстру а-ля Годзилла, вокруг которого герои способны объединиться, то здесь он тянет это амплуа. Ты будто смотришь какой-то комикс-блокбастер, который не ставит тебе задачу раскрыть Карнажа как персонажа, но неплохо демонстрирует, каким жутким и опасным он может быть. Какой же хороший визуал был в великом чуваке-пауке. Ему даже дают реплики, чтобы показать характер. Мне никто не хозяин. Симпиота здесь реально используют по полной. Гигантский Карнаж. Карнажи насекомые. Ну просто варианты на любой вкус. В дальнейших сериях Мэри даже смогла подчинить Карнажа себе. и стать женщиной-пауком. Смотри, Тигр, перед тобой великая женщина-паук. Так, дамочка, ну это как-то вы совсем необычно подсосались к бренду. Прикольно, вот только к Летусу Кэссиди это не имеет никакого отношения. Последний раз персонаж появлялся в мультсериале Стража Галактики, где носителем его и Венома одновременно, считается ли это групповухой, является Танос. Разумеется, на персонажа Таноса в плане характера это никак особо не влияет. Это просто концептное зрение из разряда, на кого бы нам еще нацепить симбиот. И сказать тут особо нечего. Последний раз именно Клетус появлялся в мультипликационном мире в 1999 году. Разве это справедливо? Нет. Наверное, фильм все исправил. А? Выскажусь без сюжетных спойлеров. Веном 2 меня здорово развлек. Я либо смеялся от того, что фильм был осознанно смешным, либо смеялся от тупости сценария. Так еще не посмотрел Венома. Но в любом случае удовольствие я получил. Вот только потенциал Карнажа явно не раскрыт до конца. Вуди Харрельсон отличный актер. Вот только играть ему тут особо нечего. Можно было наконец показать Карнажа, чья мотивация просто сводится к жажде бездумного хаоса, что по-настоящему пугает. И на словах формальный герой говорит о хаосе. Но все в конце сводится к тому, что злодей проговаривает вслух свои банальные обиды. Карнаж, конечно, выглядит тут круто. Ему наконец дали кого-то поубивать, кто тебе с кровью. Зачем? Этот Клетус является все же лучшей версией на фоне мультипликационных аналогов. Но, как мне кажется, он достойен лучшего. Если сравнить Венома и Карнажа, то ты понимаешь, как не повезло последнему. Эдди Брока раскрывают в ряде мультсериалов. Он герой собственных фильмов, где ему позволили выйти из тени Человека-паука. А Карнажа либо показывали неким помощником для другого, более опасного зла, либо симбиота носили вообще другие личности. А про Клетуса даже не вспоминали. И даже фильм, на мой взгляд, не выражает ему должной почести. Да, речь идет про выдуманного убийцу-психопата. Но мне реально его жалко. Но, может, когда-нибудь наступит и его звездный час. Сомневаюсь. Ну, а с вами был Акар. Ставьте лайк и жмите на колокольчик. А что же, дорогие друзья, скажу лишь вам очень кратко, потому что мне реально обидно за этого персонажа, учитывая, сколько комиксов я с ним прочитал. Очень-очень кратко. Печально. Мне очень печально за то, что твать с Карнажем, что у него нет полноценной нормальной лизни. Единственное на то, что про него есть хорошая игра, Максум Карнадж. Все. И больше ничего. И мне, черт подели, обидно.